В год памяти и славы потомки-освободители Ленинграда и волонтеры Победы соберутся в городе на Неве. Все они победители международного конкурса «Внуки Победы Ленинград». Он объединил более 200 участников из России, Украины, Узбекистана, Киргизии. Наша землячка, студентка Анастасия Миловидова, выдержала серьезный конкурс и выиграла с проектом о своем герое. Ефрейтор Роман Филиппов, родной брат прадедушки Анастасии. Вот что она рассказала нам о нем по видеосвязи. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Мы узнали, что вы стали победительницей международного конкурса «Внуки Победы Ленинград». Это правда? Да, это так. Как вам такое удалось? Расскажите, пожалуйста. Ну, это все благодаря тому, что у меня был большой волонтерский опыт, и я являюсь потомком участника, защищавшего Ленинград. А с какой работой вы выступали? Как представили работать? Ну, нас просили предоставить документы, подтверждающие родство, с участником именно защищавших Ленинград. Потому что я являюсь потомком, защитником, который защищал Ленинград или был жителем блокады. И нужно было пройти собеседование. Это все будет дистанционно в форме скайпа также. Вы ведь не первый раз уже участвуете в подобных конкурсах? Уже не в первый, нет. В прошлом году я еще победила в конкурсе «Послы Победы Москва», где победители были с организаторами «Парада Победы» в Москве и «Бессмертного полка». Работа как выглядела? Ну, тогда мы просто скидывали свое портфолио, подтверждающие наш волонтерский опыт. У нас был в социальных сетях мотивационный пост. Мы писали, почему мы хотим стать послами Победы, аргументировали это как-то. И также было собеседование. А для чего вы вот эту работу делаете? Что дает вам участие в подобных конкурсах? Ну, во-первых, мы сохраняем историческую память. Волонтеры «Победы» как раз занимаются этим, и я вхожу в эту организацию уже не первый год. О дальнейших планах поделитесь, пожалуйста, что еще планируете? Ну, планирую дождаться исхода карантина, поехать, конечно же, на проект. И дальше уже работать в направлениях волонтеров «Победы». Мы очень за вас рады, поздравляем еще раз, ну и желаем дальнейших творческих успехов, так держать. До свидания, всего доброго. До свидания.